Оно у меня оказалось на моей гостевой книге. Я его перекопировал. Шапочников Светлана. Дорогие садоводы, у меня зимой зайцы объели привой персиков. А весной чуть ниже привык, пошли расти ветки один в один персики. Хотя привыки были на сливах. Привыкам по 4 года. Ну, допустим, зайцы объели, видимо, персиков больше нет. А то, что росло ниже по двое, у него и ветки, и листья стали как у... Или ветки, как персики. Может, это и есть фигурзативная геморизация или нет? Поделитесь, пожалуйста, что делать. Эх, уважаемая Светлана Владиславовна, если бы по фотографии прислали. Мы бы с вами за 5 минут бы разобрались. А пока я пишу, что делать, Светлане Владимировне, беречь этот саженец, как зениц ока. Я сам лично умраю от любопытства. Жду от вас вот и сейчас, и летом, и осенью. Ну, все ждут. А это, знаете, что за фотография? Это я с Украины привез персиковый абрикосы, черенки. Привил. Получил первый рожай. Я говорю, вот так. То есть, тут першиками не пахло. Он скорее на винектарин похож. Ну, давайте здраво рассудовать. Ведь не зря слово персиковый. Значит, все-таки гены першиковым есть. Ну, вот они и вылезли. Так. Допустим, они вылезли. Только один год. Больше не было. Так. Вот. Здравствуйте, Олег Константинович. Спасибо за книгу и автограф. Спасибо вам за наше просветление. Мы садоводы из города Миаса, Челябинской области. В самом конце 90-х начинали, как метлайдеробцы. Организовали клуб. Потом изучали биодинамическое земледеление ТУН. Технологии Байкал-Сияни. Потом великолепный световодствовал садовым дизайном. Потом захотелось что-то кухоненькое. Плодов с деревьев. Начали изучать плодовую культуру и их выращивание. Обрезку. Давалось трудом. Теперь понимаю, почему. Она почти не нужна. Моя школа. Пообрезали свои деревья. И тут весной 15-го года познакомились с вашими статьями в журнале, а потом и с постулатами. Интересно, в каком журнале. Был шок. Но я во всем с вами согласна, так как весь мой садовоческий опыт подтверждает все ваши мысли. Остается только удивляться. Почему мы сами не пришли к таким выводам? Ведь я даже биолог по образованию. Еще раз. Вот поэтому, что мы не пришли. Еще раз спасибо за то, что вы всех нас посветляете. Потом узнали о Латинкове, Бродском. Этой зимой я изучил вашу книгу с Курдиумом. И докладывал о содержании в клубе. Потом получил эту книгу «Северный сад». Оставлю своим потомкам. Посмотрим вебинары. Хоть уже много знаю, но повторяем это учение. Это Тамара Колодина. Видите, что я сделал? Вот тут я оставил электронный адрес. А раз она человек публичный, раз она читает лекции в клубе, народ должен знать свои героя. Значит, у нее, надеюсь, прибавится друзей. Так вот, Тамара, дело в том, что вот я цепляюсь к этой фразе. Почему мы сами не пришли к таким выводам? И почему именно вы, ну, вы же много чего сделали. Вот выше написано, как вы, сколько всего вы изучили. Вот, ну, добрались и до этого, до сада. Ладно, я сейчас объясню вам. Точнее, лучше бы это, знаете-ка, мечта идиота никогда не сбудется. Я эти, не зря говорю, сейчас поймете, почему. Вот это, вот это я вам показываю, сейчас поймете. Дело в том, что, еще раз скажу. Та же самая, мой любимый анекдот. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула. Жизнь прожита зря. Вот. Что, смешно, если кто первый раз слышит? Мне не нравится анекдот. Вот почему, потому что моя жизнь прожита зря. Опять то же самое, что было, я прочитал в ухмецких журналах за 2000, внимание, 19-й год. Вот. Я понял одно. Те, кто авторы этих, мы, эта публикация, если мы не расстанемся, это надо еще десяток вебинаров, чтобы все это, вот, что-то повторить, что-то новое. Вот. Сейчас там скучно? Да. Ну, чуть-чуть будем делать с тобой. А ты можешь сидеть тихо? Да. Сиди тихо. Так вот, получается, что они никогда не ходили в лес. Они не знают, вначале же появились в лесу деревья, а потом они перебрались в сады. Естественно, что над ними начали издеваться, потому что так у нас легко их и просто, ну, додумать за дерево. И додумали. Смотрим сюда. Поймите, почему, еще раз. Это не грубая, это очень жизненная пословица насчет жизнь прожита зря. Я тоже прожил зря. Мне бы надо, чтобы где-то в академии, на расширенном заседании, я вот это вот показывал. Именно вот это, смотрите. Почему? Вот. Ну, мне бы всегда казалось, что все ходят в лес, либо это собирают. Смотрим. Вот это вот лес, да. Видите? Вот. Вот это дерево пытались выпилить, а выпилить не смогли. Ну, то есть, уничтожили. Знаете, почему здесь? Ну, грустно говорить, здесь не с каких метров кладбища. Вот. Пытались от него избавиться. Ну, выпилили, а оно снова. Видите? Вот. А вспоминайте, на чем основана современная агротехника. Один из них от прямого, так называемого обрезка. Вот. На высоком штамбе. Вот и все. Вот это я просто пример-прежу. Посмотрите, как в лесу все просто. Посмотрите сюда. Вот это вот шуба. Извините, ребята, когда-то я уже показывал эту фотографию. Но дело в том, что мы опять, 19-й год, представляете? И опять команда брать скребки. Вот это вот на культурных деревьях. Ну, поймите вы это, что вот эта вот шуба, что она не зря, что это не болезнь, что наоборот, это защита. Защита. Это защитный слой. И на культурных деревьях он такой же защитный слой. Нельзя этого делать. Ни в молодом возрасте, ни в среднем, ни в старом. Вот. Мы еще будем проходить. Просто я не могу все сразу рассказать. У меня уже сотни фотографий только из этих страниц. Ну, как объяснить, что мох, лишайники. И вот это все, что вы видите, вот это самое. Ничего этого нельзя, наоборот, делать. Ну, ну как? Вот просто пока поверьте мне на слово. Я-то чувствую это все. Мне не надо было кончать университет, потому что, потому что та же, как вот вы, допустим, биолог, да. Вот. Если вы не все эти скажут, что это истинно последняя ситуация, смотрим дальше. Мы в лесу. Вот. Вот это вот что? Это якобы морозобойные. Можете как угодно называть. Кто-то бы назвал солнечным ожогом, только дело в том, что это нормальное состояние дерева. Оно растет. У него стареет... Я просто говорю то, что вижу. У него стареет кора, она становится жесткой. Дерево расширяется. Ну. И она лопается. Ну, она успел... Естественный процесс, она так лопается, что... У нее все это... Вот это... Ну, это... Ну, представьте себе сейчас вот эта рука, да. Я уже не помню, чья это рука. Ну, взял скребок и начал вот это вот задирать все. Считаю, что омолаживает дерево. Вот, понимаете, глупость несусветная. Вот я, помните, стучал по столу, просто уже не... Это... Стол уже скоро сломаю. Глупость несусветнейшая. Вот это и вот это вот. Сдирать. Ну, в лесу никто же не сдирает. Там некому это сдирать. Ну, я еще покажу несколько таких примеров. Ну, представьте себе, что есть лесник. Это нормальный лес. Вот. И вот он получает команду уход за лесом. За лесом, подчеркиваю. Там тоже бывает уход за лесом. Иногда нападают такие эти самые жуткие там... Древоточцы, что деревья умирают. Пойдем, представьте себе, растет себе дерево, никому не мешает. Подходит лесник и давай драть. Ну, понятно, нужен миллион лесников. Да и вот это. Ну, глупости никто не делает. А ее взяли кто-то... Ну, один решил, а остальные приняли это за истину. Так бывает. Сосна. Да никакая ты не морозобойная. Нормальная сосна. Растет себе, никому не мешает. Нет. Вот интересный снимок корни. Вот. Я все думаю, господи, какие же корни усиливаете у сосен? Ну, посмотрел. Маленькие, слабенькие. Да еще, это чистый песок. Его берут на стройку без всяких этих. Вот. Я в этом песке провожу сертификацию. В случае загниения, вспомню, за счет органического составляющего. Нету нейро. То есть чистейший песок. Разброщают гигантские сосны. Растут вот уже. И жизнь закончилась у нее. Может, ей сто лет было. А вот все корни. Все. Вы еще не поняли, к чему я клоню? Да я уже 46, 46, это все клоню, 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 клоню. Не улучшайте деревья. Вот, пожалуйста. Я ни разу не слышал, чтобы лесники получили команду уничтожить эти самые муравейники. Это часть леса. Если муравейники в одной части исчезнут, ну, допустим, муравейная эпидемия. Или вот те тупые эти самые. Неудобно уже фамилию называть, потому что вслух. Кто уничтожает муравейники и учит. Вот те самые раскрученные, самые фамилии в этом. Как это называется? На телевидении, да. Но стыд и позор. Кто-то же послушает и какой-нибудь биолог возьмет, придумает. Поверь, да, действительно. Главное, враги муравей. И у них это и придумка генетическое оружие там. Раз-раз по цепочке, нет муравейников. И все, и жизнь на земле прекратится. Мы все умрем с голоду в течение года-двух. Ну, закончатся запасы. На новых уже не будет никогда. Все. Земля превратится в пустыню. Только убери муравейников. Ну, почему вот если здесь муравейник никто не собирается, никакой лесник не получил команду уничтожить муравейники на веренном им участке? Ну, ходить там соляркой поливать. Бензином опасно, можно обжечься. Солярка проще. Ну, вот объясните мне, зачем в саду-то их уничтожать? Ну, вот же он, вот он. Роль-то одинаковая. Вот это вот... Груша, да? Да. О, Соня, ты в грушах разбираешься. В грушах. О, Соня. Да. 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 О, Соня.